Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня мы рассматриваем поистине трудное место. На самом деле оно вот не столько трудно, оно дискуссионное, и для многих людей это воспринимается весьма болезненно. А собственно говоря, это первый стих 13 главы послания к римлянам апостола Павла, где он говорит, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. И тут же сразу же такой всплеск эмоций у людей, ну как это так, вот всем там покоряться, и тут же вспомнит, а как же там Гитлер, да, или из истории, ну скажем, Иван Грозный, кто-то наоборот его канонизирует, да, считает святым, кто-то вот наоборот каким-то там преступником против рода человеческого, и очень быстро все начинают скатываться к такому вот, к рассмотрению отдельных правителей, как конкретных личностей. Тогда как апостол Павел, апостол Павел, а ведь он пишет во времена римских императоров, вообще язычников, язычников. Он говорит вообще не о том, что вот такому-то императору, там, скажем, Нерону не повинуйся, да, а там какому-нибудь, ну, я уж не знаю, там, Титу, да, или Веспасиану повинуйся, хотя и те, и другие, они все были, в общем-то, безбожники, только не каждый гнал с такой силой тяжести первых христиан. Если Нерон казнил, скажем, Домициан он больше ссылал, а потом Троян он опять начинал еще более жестокие гонения. Так вот, апостол Павел говорит вообще о принципе власти, о принципе иерархичности, о том, что наш мир, вот после грехопадения, он не может существовать без определенного сдерживающего начала. Вот как в семье должен обязательно быть отец, который, неважно, хороший он или плохой, как он себя там ведет, но все равно, вот ему дается определенная власть, и он высказывает такое главное слово, да, так же, как в каждой организации есть тот, кто несет ответственность за деятельность этой организации. И он может быть где-то там и вспыльчивым, да, где-то и вредным, но все равно, если его убрать, то выпадает необходимая такая вот, ну такая вот главная шестеренка в этом механизме, которая, если ее убрать, то все полетит, механизм просто перестанет действовать. И зачастую мы что видим, что вот люди выступают против каких-то правителей, хотя зачастую правитель это, вот взять, допустим, Александра Второго, он и реформу провел, да, там, и освободил от крепостной зависимости, все равно на него покушение, понимаете. То есть, очень трудно угодить человеку, каким бы ни был правитель, всегда у него будут, ну объективно у него будут недостатки, и к великому сожалению, мы всегда будем недовольны. И вот апостол Павел, он пишет не о конкретных, повторим, каких-то правителей, что вы слушайся только там святых, каких-то императоров, дождись, когда там родится Юстиниан Великий, кстати, тем тоже были недовольны, тоже воздвигали бунты против него, едва он не лишился власти через пять лет после начала своего правления, да и любого другого, и князь Владимир, и кто угодно. И Андрей Боголюбский, его тоже убили, тоже были недовольны, всегда найдутся недовольны. И вот апостол Павел говорит, что должен быть порядок в нашем несовершенном мире. Поэтому обязательно должен быть правитель, и независимо от того, более он свят, чем ты, или он более грешен, чем ты, ты должен слушаться. То есть речь идет о самом принципе повиновения, о том, что должен быть некий строй, некая иерархия отношений. А если это сломать, то что получается? Сначала революция, она сметает все на своем пути, реки крови, всех уничтожают. Потом революция пожирает своих собственных сыновей, то есть начинаются склоки среди самих революционеров, они друг друга грызут. И мы знаем, что вот был 1917 год, а через 20 лет 1937, да, и уже уничтожают тех, кто, собственно говоря, проводил эту революцию. Вот. И те, собственно говоря, кто стоял во главе репрессий. И большинство из них тоже были поставлены к стенке и расстреляны. Да. Так что вот этот путь, путь революционный, он, это путь самоуничтожения. А всякая анархия, она не может выстоять как таковая. То есть необходим принцип власти, иерархии и подчинения. И в этом смысле как раз вот апостол Павел пишет, и он объясняет, что вот почему именно так? Потому что противящейся власти противится Божию становлению, что вот как есть сам Господь, который творец мира, да, есть определенные иерархии в ангельском мире. Адам был тоже, кстати, в первозданном раю поставлен как владыка над видимым миром, но когда он не устоял, получается, что эту власть похитил у него дьявол, и дьявол стал князем мира сего. Но все равно вот в нашем человеческом мироздании, в нашем человеческом обществе, принцип власти не отменяется. Так же, как не отменяется принцип отцовства, да, принцип какого-то вот старейшины в каком-то отдельно взятом роду. Хотя у нас, правда, это все так немножко подутрачено. Но до революции, кстати, во многих селах, где был принцип общинности, там этого придерживались, обязательно были старейшины, те, кто представляли, так сказать, вот данное сообщество, люди уважаемые, и у них тоже определенная власть. Их почитали, независимо от того, что может быть они не во всем совершенны. Апостол Павел продолжает, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. То есть, неважно, в какой системе государственного правления ты живешь, даже пусть это советские строи. Ну да, они захватили власть незаконно, но Господь это нам попустил, и поэтому мы жили практически 70 лет под этой властью. И вот хочешь и здесь быть праведным пред Богом, исполняя законы, которые предписаны. Вот я тут вспоминаю пример святого Иоанна Русского. Вообще было много удивительных святых, и, например, святой Федор Ушаков, он воевал против турок-мусульман, да, это была тоже поставленная задача такая вот государству. Но был другой святой, который оказался как раз в плену у турок, у мусульман, и, находясь там, он, вопреки многим другим пленным, они ему говорят, да зачем ты там будешь трудиться, ты там отлынивай, не исполняя возложенные обязанности, он все равно, он вот выполнял по совести то, что было ему поручено. Он следил за лошадьми хозяйскими, он чистил конюшню, он даже ночевал в этой конюшне, и настолько он ответственно выполнял порученные обязанности, хотя вроде бы он же незаслуженно оказался в плену, да, так сказать, вот брошен всеми, его никто не выкупил, как простого воина, то есть зачем тогда, вот, и он, но он не перешел туда, он не отрекся от православия, от своей веры, от своего государства. Его истязали, нет, он не принял ислам, он остался православным христианином, но и возложенные на него обязанности настолько ответственно исполнял, что те, кто им владели, они прониклись к нему глубоким уважением. Вот этот турецкий ага, начальник турецкой конницы, у которого жил святой Иоанн Русский, он исполнился глубоким уважением, и потом на него стали смотреть просто как на святого. Действительно, молитвы Иоанна Русского исполнялись, и когда он уже отошел ко Господу, то святые мощи Иоанна Русского стали почитаемы даже среди мусульман. Вот о чем идет речь, о том, что если ты по совести выполняешь возложенные на тебя обязанности, а не пытаешься везде какую-то вот социальную справедливость найти, то тебя прославит сам Бог, и ты станешь свидетелем Божьей правды для безбожных людей, и они сами будут обращаться к тебе за духовной помощью, ценить тебя, уважать и просить твоих молитв. Вот это и есть самое главное евангельское свидетельство в нашем грешном мире. Поэтому апостол говорит, что ты вот поступай по совести, и все у тебя будет, в общем-то, в порядке. И потому надо бы напоминоваться не только из страха наказания, говорит он, но и по совести. Для сего вы и подати платите. Это вот к нашим налогам, надо ли их избегать. А все-таки государство — это не какая-то вражеская структура, это вот наш ближний. Ближнего Господь заповедует любить. Это система, состоящая из ближних наших на самом деле. «Ибо они Божьи служители», — говорит апостол Павел, — «сим самым постоянно заняты», да, то есть тем, что пекутся о всех, кто входит в наше государство, да, о гражданах. Ну, не будем никого попрекать. Вот, кстати, я понимаю, что сейчас многие из вас, может быть, даже ворчат так вот про себя, что вот эти правители. А хочу привести пример просто даже из византийской истории, когда был такой один правитель Маврикий. Его, кстати, тоже не все были довольны из-за того, что он был скуп на средства. А скуп почему? Потому что приходилось вести много разных войн. И, ну да, не всегда он, может быть, тоже поступал справедливо, но он, по крайней мере, выкладывался полностью, чтобы отстаивать Византийскую империю до конец VI века. Но когда там новые какие-то аналогии опять, то вот появился узурпатор Фока, который воспользовался моментом и провел такой бунт, и сверг, сверг этого Маврикия, к слову, потом стало только еще хуже. Еще хуже, потому что года правления этого Фоки, они прошли просто как какой-то ужас, тихий ужас или кричащий ужас, но все было разорено, везде поражения, одни казни. Да, то есть было еще хуже, люди получили урок, но в то же самое время, ведь Господь попустил и этому Фоке тоже прийти к власти. И вот один подвижник, он недумевал и молился. А это с чем еще было связано недумение? Дело в том, что вот этот Фока, когда сверг Маврикия, то не просто казнил его, а сначала он казнил пять его сыновей, и там какая-то, прям на глазах у отца, и там какая-то жуткая даже была казнь, что их копьями загнали в костер. А при этом кормилица самого младшего из детей Маврикия, она предлагала даже, она пошла на такую жертвенность, предлагала заменить сына императора своим сыном. Но Маврикий сказал, что нет, вот пусть это будет пред Богом такое вот наше жертвенное действие, и Господь все равно за все это воздаст. То есть он отказался от такой вот жертвы со стороны кормилицы своего младшего сына. И вот на глазах у него казнят пять его сыновей, потом его самого казнят. Ну то есть пришел к власти просто какой-то зверь, какой-то, можно сказать, антихрист, тиран, дьявол воплотит. Но и ему Господь ведь попустил такое. И вот один подвижник недумевал, молился, и был ответ такому подвижнику от Бога, искал худшего и не нашел. То есть вот народ заслужил своего правителя. Народ с равнодушием смотрел, как казнят того же Маврикия, и поэтому ты, народ, заслужил, чтобы у тебя был такой правитель. Народ в 1917 году и до этого смеялся над императорской фамилией, хотел низвержения, но потом стало еще хуже. Мы тоже этого заслужили. Поэтому чего заслужили, то и принимаем. И в этом смысле надо понять, что действительно вот Господь своим промыслом попускает какое-то правительство для нашего вразумления. И какие-то беды, тягости тоже для нашего вразумления. И в то же время, братья и сестры, может у многих возникнуть такое представление, что православие говорит, вы там вообще никак голос свой не возвышаете, да, то есть полная такая пассивность, все-таки нет. Гражданская активность, она вполне допустима, вполне позволительна. То есть мирно, спокойно, но твердо и с волевым усилием доносить до власти какие-то вот свои пожелания, свои представления. И вот я вспоминаю удивительный такой случай из времен Второй мировой войны, когда Гитлер, ведь да, Гитлер это тоже попущение Божие, но что же тогда, если всякой власти быть покорным, то надо быть покорным гитлеровскому режиму. И церковь знает святого по имени Александр Мюнхенский, который, будучи совсем еще молодым человеком, он организовывает, он родом из России, но долгое время жил в Германии, и там он, будучи совсем молодым, организовывает тайное такое вот движение сопротивления антифашистской организации, которая вела подпольную борьбу во время Второй мировой войны. И в то же время он являлся таким активным православным прихожанином, посещал богослужения, просто он вовремя увидел, что вот этот вот режим гитлеровский, он несет просто какое-то тотальное зло, и когда уже началась война, то тут нельзя быть в стороне. А во время войны, когда вот уже на мировом масштабе это полыхает, ты должен себя как-то проявить. Поддерживаешь ты этот страшный режим или ты борешься против него? И вот Александр Мюнхенский, он был одним из основателей вот этого подпольного движения, вели они агитационную пропаганду, но в конечном итоге он и ряд других его сподвижников были схвачены, его казнили. Но вот он именно прославлен в лике святых, как новомученик, святой Александр Мюнхенский. То есть это такой вот, может быть, не очень известный пример борьбы с явным злом, которое всем вредило на самом деле. И это говорит о том, что не всегда и не везде мы должны вот только тихо сидеть, никак себя не проявлять, а в нужный момент, хотя не всегда мы можем именно отследить, тот ли этот момент в данном случае, но в нужный момент все-таки проявить себя как православного человека, совесть которого болит о ближних, и эта совесть не позволяет тебе соглашаться с теми беззакониями, которые совершает власть в данный момент. Ну и последнее, наверное, что скажу, это то, что все-таки мы не абсолютизируем никакую власть. И в основе социальной концепции Русской Православной Церкви, документ официальный, принят в 2000 году на Архиерейском Соборе, там прямо сказано, что мы не абсолютизируем власть как таковую, потому что на самом деле нет идеальной формы правления, нет вот такого государственного устройства, о котором мы можем сказать, что вот только вот оно угодно Богу. Обычно как бы все вспоминают, что монархию, помазанник Божий, специальный чин, это тоже его как бы служение священное, но на самом деле, когда монархия устанавливалась еще в истории богоизбранного народа, то давайте вспомним, что пророк Самуил, он в том числе последний судья народа израильского, он сокрушался об этом, ведь до момента избрания царя была своего рода теократия, что Господь управлял через своих пророков народом богоизбранным, и вот люди просят царя, и Господь говорит Самуилу, ты не переживай, потому что не тебя не отвергли, а меня, они не хотят, чтобы я непосредственно царствовал над ними, и просит себе царя, ну, а первым царем кто оказался? Саул, тоже личность неоднозначная, вот, и потом Давид, но тоже Давид на самом деле не был совершенным, то есть всякое правление и форма государственного правления, она не идеальна, она несовершенна, мы не можем ее абсолютизировать, но мы признаем саму власть как принцип нужный для нашего грешного мира, где непременно должны быть те, кто все-таки надзирает, наблюдает, кто взыскивает и наказывает, потому что в земном смысле слишком легко мы все уклоняемся в какие-то грешочки, недостатки, не хотим где-то пожертвовать собой, и нужно, чтобы кто-то нас организовывал. Вот о чем, собственно говоря, слова апостола Павла, когда он призывает и говорит, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». И заключает он свои слова таким призванием. Итак, а давайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. И самый последний, наверное, вот мы все-таки процитируем, слова апостола, опять-таки, «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил законы». Вот на самом деле, что Господь от нас ждет. То есть Господь, конечно же, не смотрит ни в какие-то там ведомости бухгалтеров, да, в налоговые какие-то отчеты. Господь смотрит на наше сердце. Есть ли у нас любовь? Любовь к нашему ближнему, к нашим правителям, к тем, кто взыскивает с нас налоги. Вообще ко всем. К своим и чужим, к ближним и дальним. Потому что вот такая любовь, она способна переродить наше общество. И там, где поселяется любовь, мы хоть немножечко, но приближаемся к краю. Вот дай Господь нам хотя бы отчасти это стяжать. А на этом мы завершаем рассмотрение данного, для многих, очень спорного стиха. И постараемся хотя бы принимать промысл Божий таким, каков он есть. Вот то, что Господь нам подает, то и примем с необходимым смирением и за все поблагодарим Бога. Слава Богу за все, дорогие братья и сестры! Слава Богу!